В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как изменятся цифры в платежках? Депутаты продолжают обсуждать условия концессии Горводоканал. Вам решать. Саровчане могут решить, куда потратить 25 миллионов. Скоро поедем. Ко 2 сентября запустят рабочее движение по улице Симашка. Далее расскажем обо всем подробно. Как изменятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение? Этот вопрос висит уже почти год. Депутаты продолжают обсуждать вероятность заключения концессионного соглашения в отношении Горводоканала. Потенциальный концессионер, в свою очередь, предлагает все новые версии концепта и соглашения. Окончательной позиции по вопросу нет до сих пор. Подробности далее. Неделю назад компания РИР Саров, выступившая с частной концессионной инициативой, предложила на рассмотрение депутатам новую концепцию концессионного соглашения в отношении Горводоканала. И этот проект предусматривает возможность привлечения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации инвестиционных программ. С учетом этого, значительно изменилась и прогнозная сетка индексации тарифов на воду до 2039 года в случае концессии. Для реализации проекта потенциальному концессионеру необходимо, чтобы город изменил тарифную политику уже в текущем году. Предполагается, что в 2019 году в случае заключения концессионного соглашения будет снижен тариф на водоотведение для того, чтобы в рамках действующего предельного индекса увеличить тариф на холодное водоснабжение. Еще раз повторяю, размер платы совокупно вносимой гражданами за коммунальные услуги при этом изменению не предлагается. На прошлом комитете решения депутаты не приняли. Они написали запрос в региональную службу по тарифам, в котором попросили РСТ в письменной форме обозначить юридические основания для обращения городской думы к губернатору по вопросу корректировки тарифов. РСТ полномочия представительного органа подтвердила. Но возникли новые вопросы. В частности, дума получила письмо от градообразующего предприятия, в котором РФЦНЕФ просит уточнить параметры нового проекта концессионного соглашения. Для того, чтобы, во-первых, определить, насколько злободневна потребность в заключении концессионного соглашения и насколько могут быть далеко идущие последствия этого решения, принято решение запросить вот те данные, о которых написано в письме. Для формирования позиции по вопросу ядерный центр просит предоставить новую редакцию концессионного соглашения со всеми предложениями. Расчет индексации тарифов на период 2019-2039 годов. Прогноз динамики роста тарифов на этот же период в случае отказа от заключения концессионного соглашения, а также данные о техническом состоянии коммунальных сетей. Всю полученную документацию специалисты Департамента экономики в НЕФ готовы рассмотреть в течение двух дней. После чего действующая при Думе рабочая группа в ускоренном порядке вновь обсудит проект решения и при положительном вердикте вынесет его рассмотрение на ближайшую думскую сессию, которая пройдет уже в пятницу 30 августа. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Рабочие движения по улице Симашко откроют 2 сентября. Как сообщает сайт администрации, для проезда будут доступны две дальние от жилых домов полосы. Подрядчик завершает укладку нижнего слоя асфальта и установку временных ограждений. Последний раз улица будет полностью закрыта для движения на 2-3 дня в конце сентября, когда нанесут разметку и уложат чебеночно-мастичный асфальтобетон. Это новое и более прочное покрытие, которое впервые применяется на территории Сарова. Затем до окончания строительства будет применяться режим переключения полос. То есть две полосы будут открыты для движения, а две закрыты для ремонта. По контракту полностью расширение улицы должны завершить в конце декабря. Более 950 детей начнут свой первый учебный год 2 сентября. Торжественные линейки в этом году пройдут во всех школах Сарова, православной гимназии и частной школе. Подробное расписание можно посмотреть на сайте администрации Сарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн без визита в ГИБДД. Как рассказали в Министерстве связи и массовых коммуникаций, новый сервис со следующего года запустят в тестовом режиме на портале Госуслуг. Извещения начнут приходить гражданам в день вынесения постановления о штрафе. В письме будут указаны все подробности и фотографии нарушения. Автомобилисты, в свою очередь, получат возможность там же, на портале, оспорить решение, прикрепив к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания, например, данные с видеорегистратора. Автомобилистам придется пересмотреть привычные маршруты. 2 сентября по случаю празднования Дня знаний в Сарове ограничат движение транспортных средств. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Как следует из документов, следующий понедельник с 11.30 до 12.30 для автомобилей закроет проезд по участку улицы Давиденко от театрального проезда до проспекта Музруково. На месте установят временные дорожные знаки. Спортсменка из нашего города завоевала серебро всероссийских соревнований. На днях в Чите завершился Кубок страны по стрельбе из лука. Побороться за медали приехали более 300 спортсменов из 20 регионов России. В командных соревнованиях среди стрелков из блочного лука серебряную медаль завоевала саровчанка Альбина Логинова. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись Лада Краснова и Екатерина Коробейникова. Саровчане могут принять участие в проекте «Вам решать». На портале «Бюджет для граждан Нижегородской области» опубликованы 4 городских проекта, которые претендуют на региональную поддержку. Проект, получивший наибольшее число голосов граждан, будет реализован в следующем году за счет средств регионального бюджета. Онлайн-голосование пройдет с 1 по 15 сентября. Подробности далее. 900 миллионов рублей выделят из областного бюджета на все муниципалитеты региона в рамках проекта «Вам решать». В каждом будет реализован один социально значимый проект, за который проголосует большинство жителей. Деньги разделят в зависимости от численности населения от 10 до 100 миллионов рублей. Наш город получит 25 миллионов. Всего Саров представил 4 идеи. Предложение сначала высказали представители департаментов культуры, образования, городского хозяйства и управления архитектуры. На официальном сайте администрации была дана информация. Пожалуйста, можно было как-то и населению поучаствовать, и каждый мог высказать свое мнение, какой бы проект он хотел видеть. Поэтому администрация города Сарова, собрав все предложения департаментов, доработала, отработала и направила данные проекты в Министерство финансов Нижегородской области. Первый проект – современные детские площадки. 25 миллионов рублей предлагают направить на устройство площадок с безопасным покрытием в детских садах. Проект «Зато Саров яркий» предполагает приобретение и установку светового декоративного оборудования, элементов постоянного и праздничного освещения улиц. Это позволит улучшить облик города и повысить посещаемость общественных пространств. Дополнительное освещение сделает более комфортным пребывание на улице в темное время суток. А еще есть проект «Зато Саров доступный». В случае его победы 25 миллионов пойдут на покупку пяти новых автобусов, оборудованных всем необходимым для перевозки инвалидов. Сейчас в городе всего два таких автобуса, остальные уже изношены и не могут быть переоборудованы. И в случае реализации именно этого проекта наш город станет более комфортным и доступным для тех, кто передвигается на инвалидных колясках, пенсионеров и мам с малышами. Четвертый проект «Кородское лето в парке» предусматривает приобретение и установку трех механизированных аттракционов «Бумеранг», «Ермак» и «Слалом» в парке культуры и отдыха имени Зернова, который заменит устаревшие аттракционы. Познакомиться с проектами можно на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Голосовать можно там же с 1 по 15 сентября. Голосование будет проходить по СМС-голосованию. Там надо ввести номер своего телефона. СМС придет на телефон. И после этого надо проголосовать. Чем больше население проголосует за проекты города Сарова, и наибольшее число голосов, которые проект наберет по городу Сарова, тот и будет победителем. Также проголосовать можно в первые 2 недели сентября в МФЦ. Проект «Победитель» будет реализован в нашем городе в 2020 году. Подробности по телефонам 99014 и 99020. Традиционно в конце августа сотрудники политехнического техникума проводят собрания для первокурсников и их родителей. На встрече педагоги рассказывают о том, как будут проходить занятия. Помимо учебы для студентов откроют многочисленные кружки и секции, а все желающие смогут присоединиться к волонтерскому движению. Для успешных, увлеченных студентов предусмотрена система поощрения в виде именных стипендий. В этом году стены Саровского политехникума пополнят 250 первокурсников. Родители, самое главное, надеюсь, что поняли, что получение профессии и специальности – это не такой простой процесс, это достаточно большой труд, как от ребенка, так и от родителей требуется. Соответственно, серьезного отношения, что ребенок впервые делает свой профессиональный выбор, он получает рабочую профессию или специальность, соответственно, должны понимать и дети, и родители, к чему в итоге мы все вместе должны прийти. В конце собрания для родителей и первокурсников провели экскурсии по аудиториям, где будут проходить занятия. К другим новостям. В преддверии нового учебного года для учителей физкультуры прошел урок безопасности. Его главная цель – предупредить возникновение травм опасных ситуаций на занятиях. Педагогам показали приемы и техники правильного падения. Подробности далее. В любом спорте тренеры обращают внимание правилам падения. Именно падая дети получают тяжелые травмы – вывихи, растяжения и переломы рук. Этих последствий можно избежать, если уметь вовремя сгруппироваться. Правильное падение стало одной из тем обучающего мастер-класса для учителей физкультуры от заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Ребенок же общается с учителями в первую очередь и очень много проводит время с учителями физкультуры. А они обязаны проводить работу по профилактике травматизма, потому что у нас травматизм очень много. Падений, а ребенки, да и взрослые падать не умеют. Также Виталий Михайлов рассказал педагогам, что такое самостраховка. Он продемонстрировал несколько приемов, с помощью которых дети смогут чувствовать себя более уверенно на скользких дорогах, на занятиях физкультуры, спортивных соревнованиях и туристических походах. Дело, я думаю, хорошее, потому что уже приелась легкая атлетика, спорт-игры, гимнастика. Учителя боятся давать много травм, а здесь что-то свежее. И для просто научиться падать, это нужно как и детям, даже пожилым людям. Каждое занятие приносит пользу и какие-то новые навыки, знания. Тем более специалисты высокого уровня класса показывают нам это. Чтобы знания у слушателей мастер-класса со временем не пропали, Виталий Михайлов разработал специальное пособие. В брошюре, которая всегда будет под рукой учителей физкультуры, он подробно и на примерах расписал, как можно избежать травм при падении. В этой брошюрке написано, сколько происходит травм, детский травматизм. Просто ужасающие цифры. Дети ломают руки, ноги, голову расшибают. И если их обучить, я думаю, половину уменьшится травматизм. В планах у Виталия Карловича проводить мастер-классы не только для учителей физкультуры, но и для воспитанников детских садов, школ и студентов. Экстрим с нотками безудержного веселья. У саровчан есть возможность почувствовать себя настоящими искателями приключений и получить заряд отличного настроения. И все это на свежем воздухе. Для любителей активного отдыха в нашем городе уже несколько месяцев работает веревочный парк. Подробности в следующем репортаже. В мае в парке имени Зернова появилось новое место для активного отдыха – экстрим парк. Развлечение подойдет тем, кто желает испытать свои силы и зарядиться положительными эмоциями. На территории веревочного парка каждый может почувствовать себя альпинистом. В этом сезоне у нас доступны четыре уровня сложности. То есть это уровень новичок, уровень подготовленный, профи и уровень Х еще есть. На первый взгляд кажется, что маршрут страшный и опасный. Но на самом деле стоит только попробовать его пройти и уходить отсюда не захочется. За безопасность можно не волноваться. С участниками работают опытные инструкторы. Мы проводим инструктаж безопасности, как вести себя на маршруте, что нельзя использовать, что должны слушать инструкторы и выполнять только его задачи. После проведения инструктажа участники переходят к следующему этапу – подбору снаряжения. Оно состоит из страховочной обвязки, каски и перчаток. Все детали подбираются индивидуально в зависимости от возраста и комплекции. У нас есть страховочные обвязки детские, подростковые и взрослые. Детские обвязки рассчитаны до 30 килограмм, взрослые рассчитаны до 120 килограмм. В экстрим-парке представлено шесть троп разного уровня сложности. Начать можно с легкой переправы, постепенно повышать свои навыки и перейти к самой сложной. Один из сложных элементов – это узенькие вот эти брусочки, подвешенные отдельно друг от друга. Ну и дальше у нас следующая переправа тоже сложная. Вот, то есть, и еще одна переправа, там уже для подготовленных, так скажем, – это рукоход. Веревочный парк станет отличным местом, чтобы весело отметить любой праздник. Одновременно по маршруту могут передвигаться шесть человек. Самая высокая точка – 10 метров над землей. Покорение вершин захватывает дух. Такое развлечение точно оставит массу впечатлений всем членам семьи. По возрасту у нас ограничений в принципе нет. Снаряжение у нас позволяет одеть ребенка даже до 30 килограмм. Это совсем маленькие, то есть от трех лет. Экстрим-парк – это место, где вы сможете весело и активно провести время на природе и окунуться в мир ярких и незабываемых впечатлений. Подробную информацию о режиме работы парка можно узнать в группе ВКонтакте. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. И смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова